Сегодня никого не удивишь парой, разговаривающей на разных языках или имеющей разный цвет кожи. Только в Москве каждый четвертый брак, а по России каждый шестой брак межнациональный. Говорят, что именно в таких браках появляются на свет одаренные и красивые дети. По-особому. Только так ли это на самом деле? Давайте выясним у специалистов. Нашей стране любят всех ребятин. Убражайтесь себе на здоровье сколько хотите. Черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких полосочек. Самый поющий грузин нашей эстрады Сосо Павляшвили женат на русской девушке Ирине. Их дочь Релизе два с половиной года. У нее светлые волосы, как у мамы, и карие, как у папы. Что касается ее талантов... Бесспорно, она талантливая. Это видно, что она очень озорная, очень динамичная, как маленький динамит. Это такой динамит счастья. И она во всем ищет позитив. Я не хочу говорить про других детей ничего, но она развивается так, что когда она попадает в кругу, допустим, детей, она с ними ведет, как с детьми. С себя ведет, как с детьми, как старшая, но очень по-доброму. Вот меня как раз больше всего радует то, что у нее с чувством юмора замечательное. С ней можно шутить, как взрослым человеком уже. Так, у папы пошла, уходейничку отшла. Лиза – разносторонне развитый ребенок. Любит рисовать или пить, проявляет фантазию. Говорить начала рано, ей еще не было и года. Она, папа, сказала, ровно на мое день рождения, ей было 8 месяцев. Интересная ситуация в том, что она ни с того, ни с сего. Иру вдруг с утра начала называть Деда. А Деда – это по-грузински мама. Вот это было очень трогательно. И наверняка кровь дает свое. Если по-другому это никак не объяснишь. Никто ее не учил этому, что вот надо так, назвать так. Меня она назвала папой, а Ирочку назвала по-грузински Деда. Она обязана быть талантливой, если она моя сыречка и дочка. Для каждого родителя его ребенок самый лучший. Но генетики не согласны с тем, что от смешанных браков получаются особенные и уникальные дети. Единственный научно подтвержденный факт – дети в таких семьях реже страдают наследственными болезнями, а значит, более здоровые. На самом деле, любой человек, и мы, и я в том числе, мы несем в себе мутантные гены. То есть гены с измененной структурой и, соответственно, с измененной функцией. И ничего страшного в этом абсолютно нет. За исключением той ситуации, когда, допустим, в браке встречаются носители одинаковых мутаций. Тогда и папа, и мама могут ребенку передать вот эту вот одинаковую мутацию, и у ребенка будут эти два мутантные гены. В этой ситуации разовьется наследственное заболевание. Соответственно, если мы вступаем в брак с представителем другой национальности, а особенно с представителем другой расы, вероятность того, что у папы и у мамы есть одинаковые мутации, естественно, снижается. И в этом плане у детей от смешанных браков все-таки редко бывают вот такие вот наследственные заболевания. Обновление крови – так называют это в народе. Кстати, Ирина, супруга певца, наполовину еврейка, наполовину русская. Сам Сосо – чистокровный грузин, но тоже результат соединения кровей разных кланов. Грузия, кстати, несмотря на то, что маленькая Грузия, есть много уголков, где люди не во многом, но отличаются друг от друга. И когда вот перемещаются, и получаются тоже очень хорошие дети. Один из примеров – это я. Мой отец восточной Грузии, а моя мама в западной. Я помню, что мой отец, говорит, женился, говорит, на вашу маму. Моя мама еще выше была даже моего отца. Такая стройная, красивая женщина. Говорит, чтобы улучшить, говорит, свою генетику Павле Яшеве. Вот это я помню с детских лет. Вот он так смеялся, шутил. Но каждая шутка из доля шутки, как вы понимаете. Результат личных наблюдений певца. Дети при смешении кровей действительно замечательны. Однако генетики не рекомендуют воспринимать это как руководство к действию по оздоровлению потомства. Не все так безоблачно. Люди разных национальностей, а особенно разных рас, они имеют несколько отличающийся состав белков крови. У белой женщины черный ребенок. Ну и что же? Соответственно, если, допустим, мама будет беременная, ребенком, у которого есть белки чужеродные для ее организма, в этой ситуации может наступить так называемая реакция отторжения, отторжение плода. И это чаще бывает, если вот ребенок от мужчины другой национальности. Поэтому в смешанных интернациональных браках намного выше процент несохранившейся беременности. То есть процент выпидышей почти временных родов. Еще один миф или не миф, то, что дети при смешении кровей получаются особенно красивыми. Так это или нет, но Елизабет Павлиашвили не просто симпатичный ребенок. Это девочка, которая уже осознает свою обаятельность и силу женских чар. Мы ее постоянно везде берем с собой. В гости она знает, как надо себя вести, как надо людей очаровывать, как надо поднимать людям настроение. Красота или некрасота – это понятие достаточно субъективное. И все-таки, мне кажется, в любой нации существуют свои стандарты своей канонной красоты. А когда происходит это смешение, то это, скорее всего, получается с пикантной внешностью, более с пикантной внешностью, чем, наверное, с истиной красоты. Я не просто доволен, какой получился ребенок, а я просто счастлив. Лиза – грузинка со светлыми волосами. И таких с необычным сочетанием внешности и фамилии в наши дни все больше. Дети, рожденные в смешанных семьях, действительно обладают оригинальной внешностью. Но еще говорят, что красивые и умные дети рождаются в семьях, где родители по-настоящему любят друг друга. А это, наверное, важнее. Лиза Павлиашвили – как раз такой пример. Когда мы ездили на отдых, она видела летающие парашюты, летающие лодки. Она была в их стадии. Она говорила, что Лиза вырастет и тоже будет летаться. Я еще не знаю, кем она будет. Мое дело, чтобы она была счастливой.